Сейчас батл, мы его проведем в режиме стендап, ничего сложного, такая же схема, как в первом четвертьфинале. Единственное, мы поменяем тему. Тема будет, ну в каком бы времени, историческом, вам бы хотелось, ребята, жить. В батле у нас принимают участие, я отойду в сторонку. Итак, у нас Кривой Рох и Луцк. Ну, кто раньше начинал, тот и начнет. Генералы РК, пожалуйста. Вы знаете, друзья, я хотел бы жить в то время, когда в Украине все хорошо. В будущем. Ну, в далеком будущем. Ну, в очень-очень далеком будущем. Я бы даже назвал это время, вот хрен его знает когда. Ну, это тогда, когда Меркель звонит Яценюку, предлагает деньги, а он скидывает. Ну, это тогда, когда мы будем с вами на Тавре-Кроссовере ездить. Да-да, на Тавре-Кроссовере. Ездить по нашим дорогам, искать ямы. А нет. Потом оп-оп, начин трусить немного все. Оп, понял. В Германии. Так это, наконец-то, наконец-то мы откроем для себя Вселенную. Из Земли на Марс будут летать маршрутки. И неважно, полная она наберется или нет. Чтобы вы понимали, это время, когда Евросоюз захочет вступить в Украину. А мы им скажем, подождите. Подождите. Вот сейчас, вот нет, вот через годик позвоните, потом. Вот это будет время, когда наши украинцы гордо будут ездить отдыхать в Геническ. Только через Керченскую переправу. Вы знаете, я взрослый человек, я понимаю, что все это, конечно, выдумка. Что все это юмор. Но вот мне хотелось бы, чтобы лет через 30 мой сын посмотрел этот стендап и не понял ни одной шутки. Спасибо. Молодцы. Креморожане, генерал Иеркад. Второй стендап в исполнении Луцка, замок Люборта. Добрый вечер. Знаете, тема стендапа, в каком часе я хотел бы жить. Мне было тяжело определиться, поэтому я расскажу вам, как я с прошлого потрапил в будущее. С села в место. Знаете, мои все хлопцы из Волины, из самого Луцка, а я из глубинки. Ну, как вам пояснить? Вот, есть дно, а то еще глубже. Знаете, село, это когда спевают пташки, кричать гуси, кукарикают півні, мечать корови, пищать свиньи. Короче, хрен поспишь. Когда я первый раз ехал из села в место, в селе накрыли столи, пригласили музыкантов, тамаду, батюшка всех святил. Потом веселье кончилось, и я поехал. В дорогу мама мне с собой дала огурки, помидоры, копчену конячу ногу и батька. Поки я ехал, побачив много нового. Асфальт и суседнее село. Потом меня зупернив гаишник и питает, где у коня запаска. И тут в нагоди стала копчена коняча нога. На въезде в место вкрали коня, но я заметил это через три часа, потому что я смотрел на крутящийся бигборд. Нам бы в церкву такий батюшка обрадовался бы. Иисус, Миколай, Богородица. В городе сразу решил набрать сувенири всем в село. Взял бутылку и пошел, набрал в бутылку речку. Не, ну ставок у нас в селе есть, а речку еще никто не видел. Я привезу, покажу. У нас так колись дядь Петя пляж привез. Потом пошел в супермаркет, купил подарок батьку пляшку горилки. Хай хоть раз подивится на бухло с этикеткой. И вот я решил, приеду в село, раздам сувенири, заберу пацанів и поеду в город. Потому что город чувствую, это мое майбутнє. Дякую. Спасибо большое. Спасибо.